друзья всем огромный привет сегодня 19 августа яблочный спас этот ролик мы записываем на фоне яблони чтобы было символично но яблок на наши яблони в этом году немного обычно мы там снимаем ведрами значит сегодня по случаю яблочного спаса у нас проходит ярмарка и мы с катей сейчас туда поедем и предлагаем вам отправиться с нами в небольшое путешествие прогуляться по ярмарке по деревенской посмотреть что там как там что продают кто выступает в общем там будет небольшой концерт и ручка ты с нами поедешь есть одна проблемка друзья посмотрите какой поднялся сильный ветер погода испортилась буквально минут за 15-20 вот там вот видите вдали какое небо ясная такая светлая полоса вот это небо минут 20 назад было у нас и потом все затянуло вот этими серыми тучами сейчас начал прокрапывать дождик чувствуешь мелкий мелкий такая морозь хотя дождя сегодня не обещали обещали хорошую солнечную погоду 20 с небольшим градусов там 21 22 но вот в итоге видите да туча к нам пришла и хочет испортить нам все планы ну посмотрим в общем как будет надеюсь что эти тучи сейчас уйдут и дождик они будут сильного дома ручка сегодня посмотрим кати какой-нибудь красивое платье там всегда на ярмарке продают красивое платья так что что нибудь подберем дождик нас не остановил решили мы все-таки доехать до ярмарки посмотреть как здесь все проходит видите стоят шатры многие уже засобирались домой за дождя дождик хороший идет такой не то чтобы морозита прям поливает не знаю видно нету по стеклу сбегают капли стоят шатры жарят шашлык продают яблоки мед различные украшения чё там только нет но часто ехали дождик должен скоро кончится уже просвет идет светло стало я думаю это последние капли уже падают так что сейчас где-нибудь припаркуемся и пойдем пройдемся посмотрим что там на ярмарке сегодня батуты стоят аттракционы разные более все распробовали ничего нет ну что друзья дождик закончился поддувает ветерок небо пока еще хмуро и мы заходим сейчас на ярмарку и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Первое место в конкурсе Лучшие блюда из яблок Сейчас будем Кате выбирать платье А вот это блюда? Сколько можно? 550, да? Блюда, блюда, блюда Голубенькие, красивые Есть что-то вот такое Присматриваем, подарок побегали Гостинцы будем выбирать Разные скатерти, салфетки Это по шире у вас Она была одна У нас ручная работа Нет, я понимаю, просто я пока смотрела А она вызывала А вот И что там, это чай может обаше? Да, это чай может быть пачка А снизу, это не пачка Огромным яблочным берегом Который располагается у нас, дорогие друзья, вот там В здании белого шатра Весклина Нет Яблочный берег А, давай, давай, давай Дай, давай, давай Дай, давай Дай, давай Интересно? Восемь 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сколько здесь человек могло разместиться И валенки сохнут Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Найки сюда. Ну, не тепло. Угу. Блин, какая девочка. 361. Красиво, кажется. Течна уже, по-моему, не буду, не стали спокойно мудрать. Теперь они, наверное, скушки будут. Если не так, где мне нравится. Течна хорошая. У меня будет 36 кит. Течна последняя осталась. Здесь. Пусть? Холостый, сладкий, красотящий. Конечно. Настоящий. Ох, ты труп ножи, Бога и береза. Я вижу зуман. Сталась моя рассветная. Че? Конфеты туда класть, деньги, сбережения. Сберегались и приумножались. Папа чай выбирает, папа любит чай-чай. Папа чай выбирает, папа любит чай-чай. Папа чай выбирает, папа любит чай. Папа чай-чай. Папа чай. Папа чай-чай. Папа чай-чай. Необычная штука, конечно. Необычная штука, конечно. Мы помогали тебе вот такую скатерть купили, подарок. Да вы что, это деньги-то тратите? Это тебе под синее тона. Да. Тебе тут все сливается. Спасибо, мои дорогие. Так она, наверное, дорогая. Не дороже денег. Спасибо, Катенька. Спасибо, мои золотые. Красота такая. Ой. Ну, я люблю это нарядное, это все. Чтобы чистенькое, нарядное было у меня и красивое, да. Самое главное сейчас под интерьер тебе. Шторки, обои, все будет сочетаться. Ну, я деревянной работой из липы. Это липовая. Липовая, она внутри обработанная. Вот взяли так вот, мед накладывали, да что. Да, вот, показывают все. Она, посмотри, внутри-то она обработанная, ее мыть можно и все. О, верно. Хорошо, молодцы. Еще что, корзинку купили? Ну-ка, покажите. Я в тот раз маленькую корзиночку тоже купила. О, хорошо. Яблоки собирать. Вот. Их поставил на стол в корзинке, ароматно она. Да. И красиво будет. Вот вы нас собираете, 450 рублей. Я в тот раз за 250 маленькую ягоду, малину вон собирала. И вот поставил на стол. Знаете, как красиво. Да, хорошо. Ручной работает. Да, точно. До мотканые, да? Угу. Угу, хорошо, красиво. Очень. Она такая же, как у тебя, только цвет другой идет. Да, да, да. И она чуть меньше, чуть похуже получается. Погуже. Мы еще когда начали собираться, дождик уже начал прокрапывать. Оно быстро затянуло. Минут за 20, наверное, да, тучу набежали? Мы поехали. Мы поехали, смотрим. Уже начали все потихоньку разъезжаться. А это где-то было-то 12 часов. Начало было в 11. В 12 дождик где-то пошел в первом часу. Мы подъезжаем, смотрим. Машины начали собираться. Дождик был, наверное, минут 20-30. Мы подъехали в машине, еще посидели. Дождик кончился. Все пошли, солнышко выглянуло, все там, люди ходят. Солнышко выглянуло, потеплее стало, люди как бы зашибились. Кто-то уехал уже, а кто-то еще остался. Кто-то в машинах сидел под крышами, там, под шатрами. Не хотелось уходить-то людям, кто хотелось до конца побыть. Ну да, дождик как-то испортил все. Там только самое начало, если бы под конец пошел, там, конечно, там бы уже люди засобирались. А тут только начало, все приехали только, кто-то издалека, ведь там вообще люди издалека приезжают. Да, вот мы подходили, была накованная кузница, из Кировграда приехали. О, как далеко. Они там ножи делают, гвозди ковали прям живые. А вот в тот раз из Пермского края были, даже из Пермского края, да, хотя-то очень, из Туринска были. Большинство-то здесь с области, как бы, но и издалека тоже приезжают. Вот там, кто хотел, желающие гвозди тоже ковали, все. Там ножи, шашка и бутылки рубили. Меда очень много продавали, меда очень много там было. Недавно ведь медовый спас был, да. Ну, вот сейчас меду накачали. И сколько стоит мед? Ну, везде по-разному, цены разные были. Там даже по 500 рублей там было. Банка литровая? 500 граммов. 500 граммов, 500 рублей. Нет, ну, 0,5 будет банка. Там же больше будет не 500 граммов. Ну, это 700 граммов. Если в литровой банке 1,4 кг, то это 700 граммов. Значит, литровая банка стоит 1000 рублей теперь, подорожал мед. Ну, а где-то так, где-то еще и подороже был, где-то чуть подешевле. Ну, там еще в зависимости, какой мед, что там, прям много было. Там продавали мед, липовые там. Ну, липовые продавали, разнотравья продавали. Еще какой-то продаваемый. Ну, вот где пасеки стоят в лесу, среди липы, наверное, там все-таки. Я только заметила, что кто-то вот здесь, Свердловская область продавали, кто-то приезжал в Алтай, еще Краснодарский край, по-моему. О, как далеко. Вот из Пермского края я часто вижу, продает мужчина мед из Пермского края. Ну, вот так мы погуляли, много знакомых, зрителей наших видели, тоже к нам подходили, ребята, мы вас смотрим, там вот, рады вас видеть, и все. Вот там фотографировались. Кроме меда еще чем-то торговали, наверное, изделия, вот всякие. Ну, да, игрушки продавали женщины, мягкие сами делают. Вот, потом всякие заколки, бусы, сережки, корзинки вот были, ткани. И в основном это все ручная работа. Да. А в этот, есть тряб, оно и продавали, да? Там продавали пирог яблочный был. Да. То есть там, я вот не помню, объявляли. Как яблочный спас и пирог яблочный. Там то ли его продавали, то ли раздавали, я даже не знаю, мы там у шатра вот мы проходили, там все с пирогом шли, там был огромный яблочный пирог. Так что вот, шарлотка, наверное. Обычно еще вот клубы там приезжают, ну, женщины поют. Они, то есть соленья, варенья, грибы, тоже вот ягоды. Это вот все было, да, на празднике? Да, пандоры уже там маринованные тоже продавали. Ну, соленья, варенья, в общем, закатки разные. Веники. Веники березовые, ну, и всякие, наверное. И эти. Пихтовые, дубовые веники, наверное, были. Мыло ручной работы, мы там вот подходили, прям целый стенд был, прилавки, там вот прям много мыла разного было, там еще какие-то масла, ну, это вот как банные наборы, там были веники, все. В общем, там надо идти, смотреть, там много всего продавали. Всего помаленьку. Вот, ну, что-то продали, конечно, и выставка была как своего рода, реклама. Ну, там вот многие же сейчас летом, допустим, там где-то День села, проходит еще что-то. Люди собираются, вот кто торгует, все это делает. Собираются, ездят, продают, то есть вот торгуют. Там народу много, все ходят, ищут, то есть выбирают что-то там для себя купить. Вот, и так вот все продается. Ну, меда, как бы вот сейчас вот мед, а в этом году яблок мало. То есть их вообще, в принципе, это уродилось в этом году немного. Ну, по крайней мере, у нас это не особо яблок много. Ну, да, дичку, дичка крупная только в этом году. Да? Много дички. А у вас на той яблони, на которой в прошлом году много было, мало, наверное? Ну, маловато, да. Ну, мы вот тут ходили в поле, и там растет дикая яблонька. Яблонька, да, дичка, и там много было. Ну, дичка, она очень кислая, в нее, если что-то готовить, сахару надо много очень. Но раньше вот не было, да, компот из дички варили. А, подмороженное остает сладкое, когда уже первые морозы. Да, как и калина, да. Вот это. А у нас яблони, с которой мы собираем она в этом году, ну, там несколько веток есть с яблоками. А то, что сравнивать, например, с прошлым годом, так раз в десять меньше, наверное. А вы вот эти две-то яблони тут пересадили и туда? Да. Но они пережились, не болели, не заболели. Они нормально там, все, листочки у них распустились, все. Ну, их поливали долго. Да, вот их самое главное поливали, они приживутся и они уже должны плодоносить. Но видите, как получается, что объедают их. Как козы. Я думаю, что сейчас тут приживутся, так, наверное, очень. Да, тут целый сад у вас будет плодово-ягодный. А вообще вам можно тут разработать все под плодово-ягодный сад, насадить ягод, виктории, смородины. Да, она насадила в этом году, гряду-то. Да? Ну вот. А на следующий год еще посадите, спашите и... Усы вот сейчас дала эта, Виктория, клубника. Надо еще посадить. А ягодки-то были нынче, маленько, несколько штук? Да, были. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин